Вон там находятся наши катеры, на которых мы сейчас отправимся в Кемер. Я уже опаздываю, поэтому спешу. Всем привет, друзья! Мама и хан меня уже ждут, поэтому сегодня нам удастся все-таки на морском автобусе поехать в Кемер. Я была только что в консульстве в российском, получила загранпаспорт и спешу скорее на корабль, поэтому не только мы, но и вы увидите, все-таки увидите, как же он выглядит, морской автобус. В общем, спешу и встретимся с вами уже. Вот он порт, и здесь мы покупаем билетики. Мы идем на наш автобус, здесь проверка, и вот там вот наши автобуси. Вот так вот выглядит небольшой автобус до Кемера. можно сесть, можно сесть в любую сторону. Мам, я сюда сажусь. На улицу выходить запрещают, и мы потихонечку отплываем. Вон наш капитан. И вот отсюда мы отплыли. Кстати, билет на корабль стоит 15 лет. Идет до Кемера целый час. С 10, мы сели в 10, отправимся, будем в Кемере уже в 19. Потихонечку отплываем из Порта Анталии. Наша вечна сбылась, друзья. Наконец-то с третьей попытки мы попали на морской автобус до Кемера. И теперь, теперь и вы знаете, каким образом он выглядит. Сейчас отправимся в Кемер, и надеюсь, что попадем еще на канатную дорогу, которая везет на горы высотой 2000 метров. Зимой там очень-очень много снега. Мы постепенно отдаляемся от Анталии, и выходим в открытое море. Так красиво работает мотор и волны. Просто что-то невероятное. Пока мы едем, я вам расскажу немножко про этот морской автобус. У этого морского автобуса существует летнее и зимнее расписание. Зимой с 1 ноября до 1 марта. У этого морского автобуса есть зимнее и летнее расписание. У меня зимнее расписание с 1 ноября до 1 марта. Нет, с 1 октября до 1 марта. Билет стоит 12 лет. И из Анталии зимой отправляется в 10 и в 16. А из Кемера в Анталию в 11.30 и в 5.30. Про летнее расписание я не знаю. Его мы узнаем только летом. Поэтому ссылку смотрите на расписание в описании. Ну и самое главное при себе иметь паспорт. Без паспорта билеты не продают. Ну или какую-то идентификационную карточку. И 15 лет платите и отправляйтесь в Кемер. Очень классно для тех, кто отдыхает в Кемере, может съездить в Анталию на день. Ну и для тех, кто отдыхает в Анталии, может совершить вот такое вот классное морское путешествие до Кемера. В общем, мы едем, наслаждаемся вот такими классными видами из окна. И с нетерпением ожидаем, что же нас ждет в Кемере. Отсюда открывается панорама на море. Очень красиво. Можно смотреть, смотреть просто вечно. Конечно, чуть-чуть звук мотора мешает, но все равно классно. С задней палубы потрясающий вид на море, горе, волны. А спереди у нас рубка капитана и внизу есть туалет. Ну и, конечно же, спасательные жилеты. Мы уже приплыли в Кемер час спустя час. И теперь идем на пристань в порту Кемера. В порту Кемера также стоит много прогулочных яхт, как и в Алане, на которых можно отправиться в круиз. А еще я знаю, что вот наша лодка выглядит таким образом. А еще я знаю, что в Кемере очень классный каньон. В общем, друзья, если вы были, отдыхали в Кемере, обязательно пишите, чем можно заняться в Кемере. Потому что мы здесь не были. Я была здесь всего один раз, и то по делам. А как туристы, конечно же, здесь мы не были. Поэтому пишите в комментариях ваши советы. А вот эти вот яхты уже приготовили к зимовке. И, видимо, будут ремонтировать, либо просто вот так они будут стоять зимовать. Вот так вот выглядит улица Кемера около порта. Здесь расположены отели, кафе. Ну да, городок совсем маленький. И в конце этой улицы находится центр города. Не найдя, где поесть. Как вы думаете, где мы поели? Да, вы видите за нами, в Макдональдсе. Вы знаете, что мы никогда не ходим в Макдональдс. Никогда. Последний раз я была в Макдональдсе, знаете, когда? Лет 7 назад точно. И то в Макдональдсе я всегда брала только кофе и салат. Последний раз я была в Макдональдсе в Стокгольме, и мы там тоже кушали салат. Но Айхан съел гамбургер, а мама и я, мы брали салат. Но поскольку мы не нашли ничего другого, никакого другого ресторана, мы недалеко от порта находимся на городском пляже. Сейчас пройду, покажу вам немножко городской пляжи. Очень много здесь народу. Нет, мне интересно посмотреть, какой здесь заход в море. Какой здесь интересный, друзья, заход в море. Кстати, кто отдыхал в Кемере, рассказывайте в комментариях, пишите, как здесь отдыхать. В Кемере мы никогда не отдыхали. Но пляж вроде бы такой цивильный. Есть, что здесь есть? Здесь есть пристань. Очень много народу. И берег здесь не песчаный. В Кемере, оказывается, берег у нас каменный. В общем, вот такой вот пляж. Народ загорает, отдыхает. Но водичка, кстати, очень чистенькая и классная. Купаться можно. Прям бирюзовая-бирюзовая. Супер. С таким вот видом на горы. Очень здорово. Такая прогулочная набережная в Кемере. Очень много туристов. И фонтанчик. Кстати, такой зеленый городок. Приятный для спокойного отдыха. Мне кажется, здесь здорово. Вышли мы на какую-то центральную улицу. Ищем офис фирмы, которая ведет на канатную дорогу. Ну что, друзья. Так же, как мы долго попадали на морской автобус, мы не попадаем на канатную дорогу. Почему? Потому что наш автобус в Анталии в 8 вечера возвращается. Автобус только в 6. Нам еще надо доехать до Анталии. Немножко расскажу вам про эту канатную дорогу. Билет на нее стоит 33 евро. Если вы не проживаете в Турции, как иностранец, вы платите 33 евро. Местные жители платят, у кого есть вид на жительство, 70 лир. Также от центра Кемера есть сервис. Стоит он 20 лир. Дорога занимает порядка 12 минут. Высота вот этой вот горы, я вам покажу. Смотрите, вот отсюда, вот отсюда отправляется на самый верх 2365 метров. Вместимость вот этой вот кабинки 80 человек. И если вы поедете на эту гору в конце декабря, в январе, вы сможете любоваться вот такими вот классными снежными пейзажами. Поэтому мы все-таки решили не спешить и поедем туда в начале января. В начале января. Поэтому, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. В начале января вы увидите, как же на самом деле выглядит Тахталы. Стоит ли ехать на этой канатной дороге. В общем, все самое интересное. А сейчас мы гуляем по центру Кемеры. Здесь вот такая вот классная пешеходная улочка. И в скором времени поедем обратно. Тут гуляя по Кемеру, мы присели. Я хочу вам рассказать, что же есть в Кемере, что можно посмотреть. Здесь есть Геню Каньон, про который я вам говорила, в который вы можете отправиться на рафтинг. Здесь есть античный город Фаселис. Тахталы, гора Тахталы, на которую можно подняться на канатной дороге. Также есть канатная дорога Олимпос в Олимпосе. Есть парк динозавров. Вам динозавров в парке есть? Динопарк. Но в динопарк мы поедем, скорее всего, тогда, когда мы поедем на канатной дороге. Есть многочисленные туры, джип-сафари, туры в горы и так далее. Также, как в Алании, туры на лодках, на яхтах, как и в Алании. И, в принципе, все. Если вы хотите, если вы находитесь в Кемере и хотите посмотреть еще исторических достопримечательностей, то вам все-таки нужно ехать чуть дальше, в сторону Демри, в сторону... Айхан, ты чего отвернулся? Не, Дон, Дон. Айхан хочет чай, он высматривает, где бы попить чаю. В общем, если вы хотите посмотреть какие-то достопримечательности, едьте в сторону Демры, можете посмотреть Андриаки, античный город, ну и в стороне, конечно же, Фетхи и так далее уже много различных античных достопримечательностей. Или вы можете, например, когда отдыхаете в Кемере, отправиться, конечно же, в Анталью, посмотреть старый город, посмотреть различные достопримечательности, традиционные турецкие дома. Ну и, конечно же, можете сходить в оперу. Кто любит искусство, можете сходить в оперу и на балет. В принципе, при желании даже в Кемере можно найти много чего интересного, чем заняться летом. Мам, как тебе Кемер? Мне нравится. Ну, спокойный, хороший. Спокойный, да. Такой ухоженный, с маленькими детьми. Ухоженный такой, да, центральный, центральная улочка такая. Шумный, людей мало, большинство отдыхающих, и большинство русских отдыхающих. Ну да. Из Кемера мы уже добрались до Антальи, и проезд Анталии-Кемер стоит 8 лет, а сейчас мы отправляемся на трамваи, на экспо. Но это вы увидите уже в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока!